Экклесиаст Я напомню, Экклесиаст – это одна из книг Ветхого Завета. В Ветхом Завете 50 книг, и одна из них называется Экклесиаст. Само слово Экклесиаст означает проповедник, и экзогеты, которые занимаются толкованием Библии, пишут о том, что под Экклесиастом, под проповедником Ветхозаветным, скрывается, скорее всего, царь Соломон, которому в Ветхом Завете отведено несколько книг. Он написал несколько книг, он славился своей мудростью, один из мудрейших царей древности, и вот Экклесиаста приписывают царю Соломону. Это действительно мудрая книга, в ней 12 глав. Число 12 – это число полноты человеческой жизни. То есть, когда мы говорим о символе человеческой жизни, мы должны говорить о том, что каждый человек проживает 12. Просто 12 у каждого разное. У одних 5 лет, у младенцев, которые умирают, может быть, несколько дней, это 12. У других 100 лет, у некоторых 110 лет. Кто, у кого сколько? 12. Но 12 – это некая полнота жизни, когда человек рождается и умирает. Вот это и есть 12. Поэтому Экклесиаст сделал в своей книге 12 глав. И каждая глава рассказывает о том, как он сам лично искал смысл жизни, в чем он его искал, и как он разочаровывался. И, в конце концов, мы должны с вами перейти к мысли о том, что Экклесиаст все-таки находит свой смысл жизни. Хочу напомнить, что это не Евангелие, это не Новый Завет, это Ветхий Завет. То есть, здесь Христа еще нет. Христос только в Новом Завете появится. Поэтому смысл жизни есть Христос, или как у Булгакова. Аза есть истина, когда споры идут об истине, Христос говорит «я истина». В Евангелии все понятно. А здесь нет Христа. Поэтому я думаю, что как раз Экклесиаст, его размышления о смысле жизни, размышления самого Экклесиаста, являются для нас особо ценными, потому что мы тоже не всегда понимаем, что есть смысл жизни Христос, что есть истина Христос. Не всем понятно. Человек, который только приходит в храм, вообще не понимает, что это такое. Или по-разному понимают, в силу своей духовности. Поэтому, мне кажется, Экклесиаст наиболее доступен всем нам, земным людям, которые Христа еще не знают, ну или только познают. Итак, глава первая. Мы с вами, я целиком не буду читать, потому что у нас времени займет много, хотя 12 глав, они небольшие, но фрагменты каждой главы и толкование на каждую главу с тем, чтобы проследить мысль Экклесиаста, как она двигается, в осмыслении, зачем человек живет, зачем он приходит на землю, зачем он живет. Итак, глава первая. Она начинается с известной фразы, которую мы с вами все употребляем, прекрасно знаем ее, но, может быть, не знаем, что она принадлежит Экклесиасту. «Суета-сует», – сказал Экклесиаст, – «суета-сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которым трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. И это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они в нем упражнялись. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот, суета-сует и томление духа. Кривое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим. Вот, я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнать, что это тоже томление духа. Потому что во многое мудрости много печали. И кто умножает познание, тот умножает скорбь. Вот это первая глава. Значит, что мы узнаем из первой главы? Экклесиас задается вопросом, как в этой суете, в которой мы живем, которая представляет нашу жизнь, суета-сует, все суета, как в этой суете все-таки выявить ядро жизни? Зачем человек живет? В чем смысл его жизни? Экклесиас говорит о круге жизни. Он говорит о движении, которое не поступательно. Он рассказывает не о поступательном движении, а как мы думаем. Вперед мы движемся. На самом деле, движение по кругу. Мы совершаем движение по кругу и все время возвращаемся к тем событиям, к тем точкам, которые уже были. Посмотрите, войны все время бывают, цари сменяются, руководители сменяются. То есть все события в жизни каждого поколения все время повторяются. Жизнь идет по кругу. Конечного результата от труда, говорит Экклесиаст, не будет. То есть мы всегда ждем, что мы трудимся, трудимся и ждем конечный результат. Экклесиаст говорит о том, что не ждите этого результата конечного, его не будет. Потому что кривое не может сделаться прямым, прямое не искривить. То есть как Бог создал, что прямым, что кривым, так это останется вовек. То есть человек не в силах изменить течение жизни. Божественный мир человеку недоступен. Он не может его познавать, но изменить его он не может. И еще одна мысль, которая, я думаю, тоже не всегда приходит в голову, что во многой мудрости много печали. То есть человек, который считает смыслом жизни, Экклесиаст говорит, что он одним из смыслов жизни сделал мудрость. То есть он приобрел знания, познания. Он действительно был самым мудрым в свое время и до сих пор остался, так сказать, судя по его книгам. Он говорит о том, что чем я мудрее становился, тем глубже и печальнее была моя жизнь. То есть печаль лица делается от множества познаний. Потому что человек действительно познает жизнь и понимает, что ничего в ней не изменит. То есть некое вращение по кругу кажется иногда бессмысленно. И нам тоже это иногда кажется. Кажется бессмысленно. Глава вторая. Сказал я в сердце моем, да, испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это суета. О смехе, сказал я, глупость. И о веселье, ну что оно делает? Вздумала я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. Доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей? Я предпринял большие дела. Построил себе дома, посадил виноградники, устроил себе сады, рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения этих рощей, приобрел себе слуг, служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше всех, нежели прежде до меня в Иерусалиме. Собрал я себе серебра, золото, драгоценности от царей, областей. Завел я у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные инструменты. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мной, чего бы глаза мои не пожелали, я им не отказывал. Я не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и понял, что это томление духа, и нет никакой пользы моим трудам. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость, и задался вопросом, что может сделать человек после царя, сверх того, что уже сделано. Но тут под царем подразумевается бог. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. Зачем я сделался мудрым? И сказал я в сердце моем, что это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился я под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрым он будет или глупым. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился под солнцем, и которым показал себя мудрым. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда своего, которым я трудился. Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, который не трудился в том, как бы часть этого. И это все суета. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудился он под солнцем, потому что все дни его скорби, труды его беспокойства, и даже ночью сердце его не знает покоя. И это все суета и томление духа. Мне во власти человека и то благо, чтобы есть, пить и услаждать душу свою от труда своего. И увидел я, что это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Бога? Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание, и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом его. И все это суета и томление духа. Итак, вторая глава. Экклесиас пишет о том, что он решил познать смысл жизни в веселье. Веселье, в праздности. Ну вот, задайте вопрос детям, к учителям обращаюсь. Я все время задаю этот вопрос. И получаю, в 40 лет получаю один и тот же ответ. Что смысл жизни, деньги и веселье. Вот веселиться, вот дискотеки, вот ура, друзья, приятели. И чтобы деньги были на это веселье. Ну вот, Экклесиаст решил и это попробовать. Он завел, так сказать, у себя разное богатство. Причем он не возбранял себе ни в чем, потому что он был очень богатым человеком. И он пишет о том, что он стал самым богатым. Самым богатым. Но это не принесло ему никакой радости. Потому что это богатство, он вынужден будет по смерти. Он все равно смертный, да? Копил, копил, обогатился, а все равно смертный. Он умрет. И кому он это оставит? Человеку, который после него будет. А как он распорядится этим богатством? Ведь если этот человек сам не трудился, то что он сделает с этим богатством? Он его просто, да, он его рассеет. Оно будет рассеяно. Потому что он не знает труда, как это богатство возникло. Поэтому Экклесиаст советует, ну, во-первых, смыслом жизни не делать богатство. И бессмысленно копить, он говорит, грешник копит. Если праведник живет в боге и радуется каждому дню, который бог дает, и бог дает есть, пить, веселиться и грустить, все дает бог. А грешник, и праведник это исполняет, а грешник, он копит, он собирает, он не спит. То есть для кого грешник собирает? Нам все время кажется, что мы копим для детей. У нас же есть дети, внуки, мы думаем, вот мы для них. Мы сейчас вот скопим, мы им оставим. Они не участвуют в этом труде. Они это не будут ценить. Экклесиаст уже проверил это все. Веками проверено. И потом у профессора Осипова есть интересная такая лекция вот по поводу как раз того, зачем оставлять детям богатство. Он говорит, это профессор Осипов, не Экклесиаст. Вы когда рожаете детей, вы зачем рождаете ребенка? То есть вы что хотите? Что вы хотите получить? То есть зачем мать рождает ребенка? Семья зачем рождает ребенка? Ну вот попробуйте ответить на этот вопрос. Зачем рождает... Ну вот здесь, наверное, много мам и пап. Продолжить род, да? Один из ответов. Еще. Чтобы помогал в старости, какая-то помощь, чтобы была, да? Ну, разные могут быть ответы. Ответов может быть масса совершенно, да? Вот, но понимаете, каждый человек у бога проживает свою собственную жизнь. Вот родители прожили в трудах, в заботах, копили, заботились, в добре, много трудились. А тот, кому они оставляют, как раз может такую жизнь и не проживать. И часто бывает это так. То есть, экклесиаст в том числе. Вот как раз об этом говорит, что не надо это делать, потому что потомки, дети наши, это не оценят. Этот подвиг не оценят. И, во-вторых, профессор Осипов еще очень интересную мысль. Но здесь она будет, эта мысль, она по-другому выражена будет. Но Осипова она звучит так. Она парадоксально звучит. Парадоксально и даже иногда абсурдно, неожиданно так, в лоб. Но она правильная мысль. Он говорит, вы рожаете детей для того, чтобы они, так же, как и вы, умерли. То есть, прожили жизнь и умерли. То есть, фактически, каждый родитель, каждая семья рождает ребенка для смерти, для последующей смерти. Поэтому смысл жизни не в этом. Смысл жизни не в детях, а в том, чтобы каждое поколение, каждое поколение осознало свой смысл жизни, чтобы каждое поколение не пользовалось трудами предыдущего, а чтобы оно само прошло путь к осмыслению смысла жизни. Экклесиаз не говорит о государственных ценностях. Здесь государство не затрагивается. Вы, наверное, заметили, о государстве речи не идет. Он говорит о личной жизни. Вот он лично скопил, и он лично отдал. И думает, кому отдал? Тому человеку, который на ветер все выбросит. Ему это не нужно будет. Зачем тогда копил? Зачем он жизнь прожил в грехах, в пустых накоплениях? Лучше бы он чем-то занялся, может быть, много бы добразил, благотворительность. Вот здесь, видите, ключевые слова в этой главе. Они будут проходить через все 12 глав экклесиаста. Труд и добро. Труд и добро. Потом появится слово радость еще. Вы чувствуете, что это евангельские слова, да? Ну, Христос говорит, радуйся. Пасха – главный праздник, это праздник радоваться. То есть человек не должен грустить, он не должен впадать в уныние. Он должен радоваться прожитому дню, он должен радоваться семье, своим детям. То есть радость должна быть, внутренняя радость. И трудиться, труд обязательно, человеческую жизнь сопровождать, и добро. То есть труд не для накопления, не для корысти, не для еще каких-то плохих дел. Труд же разный бывает, да? Еще по-разному трудится. А для добра. То есть труд и добро, и экклесиаст все время совмещает. И потом добавит вот слово радость. Таким образом, он завершает эту главу, что трудился, не ел, не спал, а теперь все богатство надо как-то сохранять, как-то его охранять, потому что он все это скопил, а это тоже суета. Как его теперь охранять, это богатство? Опять не спать, опять не ест. То есть опять человек впадает в грех. Человек впадает в грех. Глава третья. Самая поэтическая, самая такая литературная, она вся разошлась по мировой литературе. Вы сейчас увидите фразы, которые вы встречали и в зарубежной литературе, и в русской литературе. И многие фразы вам покажутся знакомыми, как мне в советское время еще, когда я готовила доклад по экклесиасту, вот в частности по этой главе. У Толстого есть, у Толстого в творчестве, есть экклесиаст. Ну прямо вот цитата есть в его книгах. И я сделала такой доклад на научную конференцию «Толстой и экклесиаст». И мне одна женщина, коммунистка, сказала, не придумывайте, не выдумывайте ничего, это все народная мудрость. Никакая это не Библия, никакой это не экклесиаст, о чем вы там говорите, это все народ, это все народ, народная мудрость. Ну так мудрость, это же экклесиаст живет до нашей эры, вы понимаете, да? Задолго до Рождества Христова, до нашей эры. Итак, глава 3. Друзья, всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время, внимание, время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Смотрите, мы с вами попадаем, да? Задаемся вопросом, зачем война, зачем это все до нашей эры? Время, пришло время войны. Что польза работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим. Все сделал он прекрасным в свое время, и только человеку нужно постичь дела его. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест, пьет и видит доброе во всяком труде своем, слышите, да, ключевые слова, все время труд, добро и вот веселье, в труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовеки, и к тому нечего прибавить и нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. Что было, то и теперь есть, что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее». Опять круг. «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что сами по себе они животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, а дух животных сходит ли вниз, в землю. Ибо увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после его смерти». Итак, глава третья. Это круг времени. Круг времени. Ну, для нас сейчас… Вы слышали эти выражения много раз, я думаю, и знаете их. Но для нас сейчас важно вот то, что я там акцентировала, внимание. Время убивать и время врачевать. То есть время войне и время миру всегда были войны. Каждому поколению доставались войны. Мужчина, который не воюет, делается, как наши поэты говорят, асфальтовым мальчиком. Он не способен к мужеству, он не способен к поступку. Война делает мужественным мужчин, молодых людей и вообще нацию в целом. Поэтому война всегда была в каждом поколении. И, видимо, так и будет это. Мы не избежим этого. Мы просто этого не избежим. Поэтому Экклесиаст вот этот круг времени нам дает. Что время войне и время миру. Война закончится и будет мир. Значит, перед нами круг времени. И кажется, что этот круг беспрогрессивный. То есть ничего не происходит. В этом круге жизни ничего не происходит. И второе – от человека ничего не зависит. Он трудится, он ест, пьет, веселится. И от него ничего не зависит. Он ничего не приносит. У нас от западной литературы, мы с вами уже говорили об этом, взяли вот эту традицию искать счастье. Это чисто западная традиция, западноевропейская традиция. Она пришла из европейской литературы, от рыцарей, которые гонялись, значит, с надушенной перчаткой по всей Европе в поисках прекрасной дамы. И слагали стихи, и поэмы. Ну, литературу, по крайней мере, оставили, романтическую, любовную. Вот, трудно очень представить. У нас этого не было. В древнерусской литературе нет ни одного произведения, в котором бы говорилось о счастье, чтобы там какой-то князь бегал, чтобы богатырь. Вы можете представить себе Илью Муромца, который с надушенной перчаткой носится по дикому полю в поисках счастья? Да это невозможно совершенно представить. То есть русская литература, так же, как и русская жизнь, никогда не занималась поиском счастья, потому что заниматься этим бесполезно. Его нет, как Пушкин потом сформулировал. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Главное определение для русской жизни. Покой, имеется в виду внутренний покой, конечно, чтобы человек не был бесноватым, чтобы он был поспокоен. Покой, внутренний покой. Это гармония, прежде всего, да? И воля, то есть свобода. Свобода – это одно из главных евангельских качеств, о которых говорит Христос. Поэтому Экклесиаст говорит, что нечего гоняться за... Ну, слово «счастье» здесь не упоминается, но радости, удовольствия и жизни, нечего гоняться за ними. Живи тем, что дает тебе Господь. То есть надо принимать то, что дает Господь. Не надо, и не надо печалиться не о своем горе. Я думаю, что мы с вами уже говорили об этом. Часто мы, так сказать, ставим цели. Вот давайте мы за этих вот. Сейчас вот народ у нас, революционеры говорили, вот давайте за народ будем. Революцию совершим, чтобы народу счастье было. Народ никогда не просил революционеров совершать революции ради народного счастья. Никогда не просил об этом. Это они сами все выдумывали. То есть печалились не о своем горе. Печалились не о своем горе. Вот Экклесиаст это пишет. Поэтому он завершает. Трудись и радуйся от труда своего. То есть радость должна быть от труда. Труд человеческий. Дело в том, что в Библии, в первой книге, когда говорится об изгнании людей из рая, мы же с вами помним, что Господь говорит, а теперь вот трудитесь в поте лица своего. Размножайтесь, плодитесь и размножайтесь. И мучаетесь, так сказать, здесь вот. Не захотели жить в раю, не захотели, так сказать, жизни с Богом. Ну, живите без Бога. Попробуйте без Бога жить. Но эта жизнь оказалась сложной, трудной. Оказалась сложной и трудной. Поэтому труд, как наказание, был дан человеку. А здесь Экклесиаст говорит, что если труд с добром и с радостью, то есть если человек трудится и не знает, что он трудится, то есть ему в удовольствие это, у нас же есть такой труд, правильно? Некоторые любят вязать, убираться, некоторые готовить, любят еще чем-то заниматься. То есть если труд в радость и в удовольствие, и он с добром, то вот это и есть счастье. В этом и есть смысл жизни. Вот об этом говорит Экклесиаст. Ну, и сравнивает человека с животными и говорит, что, в общем-то, одинаковые оба, дыхание одно, так сказать, умирают и те, и другие. Чем же отличается человек от животного? Единственное тем, что душа человеческая идет вверх, а душа животного идет вниз. Мы с вами знаем, что мы отличаемся от животных духом. Да, духом именно. У животного есть тело, так же, как у человека, есть душа, так же, как у человека. Это низшая душа, не такая, как у человека, но душа есть, животное тоже может радоваться, оно может огорчаться, оно может быть агрессивным, оно даже обижаться может, да? То есть животное тоже это все может. Но это низшая такая душа, не высшая душа человеческая. И животное не наделено духом. Дух соединяет человека с Богом. Животное с Богом не соединено. Не соединяется. Поэтому ни один волк не будет каяться три месяца, что он двух зайцев сожрал. Вот надо было одного, он двух разорвал. Он не будет каяться, он съел, значит съел. То есть вот этого нет. Нет рефлексий, которые находятся тоже в духе человеческом. Поэтому человек не произошел от животного. У него есть третье начало – дух. Глава 4. Итак, глава 4 говорит о том, как появилась среди человечества зависть и вражда. Два качества, которые возникли сразу же. Мы помним с вами, да? Были два брата – Каин и Авель. Каину показалось, что Бог больше любит Авеля. Но так ему показалось. Нам же тоже иногда что-нибудь кажется. Вот Экклесиас как бы настаивает на том, что человек должен жить в реальном мире. То есть не надо придумывать ничего, чтобы казалось там что-то, что-то измышлять. То есть воспринимать мир таким, какой он есть. Каким тот мир, в какой Бог поместил человека. Вот его так и надо воспринимать. Реальность, реальный мир. Вот. И поэтому, когда появляется второй, возникает зависть и вражда, и вражда. Но мы помним, чем закончилась эта зависть. Каин, в конце концов, убил своего брата Авеля, да? И убежал, и огородился. Так появились города окаянных. Каин окаянный, да? В город хуже деревни. Он всегда был, так сказать, предметом литературы, который критиковался всегда в литературе. Ну, в XIX веке. В XIX. Урбанизм этот. Таким образом, с одной стороны, хорошо, когда есть второй. И Экклесиас настаивает на том, что человеку лучше вдвоем. Лучше вдвоем. Во-первых, есть помощь. Во-вторых, есть смысл жизни, для кого жить. Ведь почему Господь Адаму дал Еву? Ну, потому что тогда Адам любил бы только себя. У него не было бы второго, кого бы он мог полюбить. Для кого он мог бы что-либо делать, трудиться. Поэтому Господь создает ему помощницу, чтобы Адам обрел смысл жизни. Смысл жизни для другого. Для другого. Вот эта мысль, она здесь повторяется. Она здесь повторяется. Поэтому второй существует у нас с вами в нашей жизни. У нас же много вторых, да? Близкие, родные, друзья. И работа, на работе коллеги, и на улице, в троллейбусах, и в соседей. У нас много вторых, с которыми мы соприкасаемся. Вот сейчас мы соприкасаемся друг с другом. Второй, по Экклесиасту, должен быть не для зависти, а для того, чтобы первый обрел смысл жизни. Для кого жить? Для кого жить? Трудись для другого и делай добро для другого. Для другого. И еще одна мысль, очень любопытная. Зачем человек ходит в храм? Посмотрите, это Ветхий Завет, но храм уже был, скиния уже была. И Экклесиаст говорит, когда входишь в храм, не будь многословен, слушай Бога, и будь готов к слушанию. То есть в храме звучит слово, которое человек должен познать. Должен познать в течение своей жизни. Ну и чем раньше он опознает, тем лучше, тем меньше грехов он совершит. Чем к жертвоприношению. Ну и здесь Ветхий Завет, там были жертвоприношения разного рода, и Экклесиаст выступает против жертвоприношения. То есть храм для слушания. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои добудут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, немедленно исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить. Не дозволяй устан твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелам Божьим, о, это ошибка. Зачем тебе делать, чтобы Бог прогневался на тебя, прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь в какой-нибудь области притеснение бедному, нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Кто любит богатство, тому нет пользы от него. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. Какое благо для владеющего им, но разве только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему покоя. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем, во вред ему. И гибнет богатство от несчастных случаев. Двоеточие. Родил он сына, и нет ничего у него в руках. Страшная история описана. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг, и суета, и томление духа. А жил он в потьмах, в раздражении, в огорчении, в досаде. И вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть, пить, наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал Господь, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство, имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог вознаграждает его радостью сердца его. Итак, глава пятая. Глава пятая говорит нам о том, что умный и глупый познается в словах. Познается в словах. В свое время хочу вам напомнить просто, Петр Первый издавал такой указ. Отныне каждому выступающему говорить не по бумажке, чтобы дурь каждого была видна сразу. Вот это из этой области. Из этой области. Поэтому молчание – золото. Молчание – золото. Человек умный больше молчит и размышляет, а глупый трещит. Там он все время говорит, говорит, говорит и греет. Еще одна мысль. Грешит не тело, а грешит воля человеческая. Ну, понятно, что грех не в теле, а грех в воле. Сделать это или не сделать это? Да? Пойти на это или не пойти? Это зависит от воли человеческой, а не от его тела. Поэтому вот Экклесиаст как бы еще вот это объясняет. Превосходство страны и благополучие страны по Экклесиасту – это царь, который заботится о стране. Царь, который заботится о стране. Еще одна мысль. Страшная, ужасная такая мысль здесь звучит. Что некоторым богатство идет во вред. Вот один человек скопил богатство, а оно погибло, и все сгорело. И он остался ни с чем. Мы много случаев таких знаем из Ветхого Завета. Да и в жизни знаем. Да, вот такой богатый был, такой благополучный. Надо же, вот пожар, или там воры украли, или что-то там случилось еще. Все пропало, все, ничего не осталось. Но здесь приводится еще более страшная история. За богатство, которое неправедно нажито, неправедно скоплено, Господь забирает сына. То есть Господь забирает ребенка у человека. И это самое страшное. Ну и опять он повторяет слова труд, радость и добро. Опять эти ключевые слова все время повторяются. Трудись в добре и будь радостным. И будь радостным. Пусть удовлетворяйся тем, чем ты трудишься. Пусть труд твой будет радостным. Глава шестая. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство, имущество, славу, и нет для души его недостатка ни в чем. И чего бы он ни пожелал, все у него есть. И если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы, и еще умножились бы дни жизни его, но душа бы его не наслаждалась добром, то есть все неправильно, да, то и не было бы ему погребения. Я бы сказал, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму. Его имя покрыто мраком. Он даже не видел и не знал солнца. А тот, который прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, да не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для его рта, а душа его не насыщается. Какое же преимущество будрого перед глупым, бедного перед богатым? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. Это тоже суета и томление духа. Таким образом, глава 6 говорит нам о том, что вся наша жизнь и будущая жизнь и смерть в руках Божьих. Поэтому не надо строить планов, громоздких планов. Бог может распорядиться так, что человек строит одни планы, а вся его жизнь развернется совершенно в другую сторону. Поэтому Экклесиаст еще раз настаивает на том, чтобы человек жил и наслаждался каждым днем. Каждым днем в трудах своих и в радости своей. Грешники отходят во тьму. Еще одна мысль. Посмотрите, рая и ада еще не было. Рай открыл Христос в Пасху. А здесь Экклесиаст уже как бы пророчит, предрекает рай. То есть грешники уйдут во тьму. Грешники уйдут во тьму. То есть напрасно прошли и напрасно они жили. Глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти лучше дня рождения. Вот 7 глава – это вторая половина жизни. 6 середины жизни, 7 – это уже вторая половина жизни. И, посмотрите, он начинает говорить уже о смерти. То есть человеку пора во второй половине жизни уже задуматься о смерти. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых – то же самое, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других мудрый делается глупым, подарки портят сердце. Конец дела – лучше начало, терпеливый – лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Узнаете фразу? Чего это раньше было лучше, чем сейчас? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце, потому что под сенью его тоже под сенью серебра. Смотри на действование Божье, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Вот очень интересная мысль. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое создал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. И праведник гибнет в праведности, и нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху, и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Оказывается, дураки умирают раньше. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые есть в городе. Нет человека праведного, который бы не согрешил. Поэтому не на всякое слово, которое тебе говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много таких случаев, когда ты сам злословил других. Все это я испытал мудростью и сказал, буду мудрым. Но мудрость от меня была далеко. Обратился я сердце моим к тому, чтобы увидеть, исследовать и изыскать мудрость и разум, познать нечестие и глупости, невежество, безумие. И нашел я, внимание, любимая тема древнерусских книжников. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, и руки ее оковы, добрый пред Богом, спасется от нее, а грешник уловлен будет. Вот что я нашел доброго, сказал Экклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из тысячи нашел, а женщин между всеми не нашел. Итак, глава седьмая. Глава седьмая. Чем отличается глупый от умного? Глупый от умного. Мудрый выбирает печаль сердца, а не радость. Да? Дискотеки. Что выбрать? Спрашивает Экклесиаст. Куда пойти? Вот детям часто задается такой вопрос. Что бы вы выбрали? Вот вас пригласили на завтра, на день рождения, где там будут такие приятели хорошие, там всякие будут игры, вообще так все будет замечательно, вы никогда не праздновали такой день рождения. И завтра же вам нужно похоронить бабушку. Вы что должны выбрать? Надо сказать, что наши дети все-таки выбирают бабушку. Надо сказать, что у нас поколение неплохое. Но некоторые выбирают веселье. Скажут, да, ну, все равно все умрем. Чего повеселиться надо? Когда еще будет веселье? Веселье еще будет. А вот человек умирает один раз. Поэтому мудрый от глупого отличается выбором. Выбором. Что выбрать? Полнота жизни по Экклесиасту это и радость, и печаль. Наша жизнь не состоит из одной радости и из одной печали. В нашей жизни все есть. И радость, и печаль. Вот именно эти два состояния и составляют полноту нашей жизни. Экклесиаст говорит, если Бог тебе посылает богатство, радость, добро, но все самое хорошее, бери, никогда не отказывайся, потому что Бог посылает. Радуйся в трудах своих, потому что дни жизни твои будут недолгие. оказывается, весы вселенной, да, за радость, за благо жизни, то есть человек прожил, допустим, 20 лет и радовался, дальше он умирает. То есть отнимается жизнь. Ты пожил в радости? Достаточно. Достаточно. А некоторые, которые живут в грехах, и мы говорим, вот грешник, и чего его Бог не накажет никак, а он все бедный мыкается, мыкается, живет в своих грехах, то одно, то упадет, то восстанет, то упадет, то восстанет, и все. Никак не может обрести сны. Он ведь может и сто лет прожить. Вот в этих мучениях. Вот в этих мучениях. То есть опять выбор. Опять выбор. Надо брать то, что дает Бог. Если Он дал тебе уныние, если Он дал тебе испытания какие-то, смерти ближних, может быть, болезни, надо принять их. Надо их принять и пронести это в жизни, потому что все это дается не случайно. Все это дается не случайно. Значит, Господь нас испытывает зачем-то. Вот что-то Он хочет нам сказать. Не впадай в крайности. Еще одна мысль. Держись середины, золотой середины. Не впадай в грех. Зачем тебе умирать не в свое время? Посмотрите, оказывается, грешники умирают не в свое время. Господь их решает в жизни раньше. Еще о чем пишет Эклисяст в этой главе. Не гордись, не гневайся, не ворчи, не тщеславься, не безумству, не злословь. То есть все употребляются, все эти слова. Не теряй своей чести, избегай невежества. И в заключении, потрясающая, конечно, любимая тема древнерусской литературы, вообще русской литературы, злые жены. Значит, древнерусская литература очень любила эту тему. И о чем бы ни писали древнерусские книжники, о князьях, о походах, жития святых, и туда обязательно вставят куда-нибудь злые жены. А вот эта вот была вот злой, вот она что сделала, вот такая сякая. Гоголь построил все творчество свое на злых женах. Помните, да? Уже у нас все жинки, ведьмы. Она же на базаре, посмотри, зайди на базар, посмотри, она же в молоко глянет, оно же скисает тут же. То есть Гоголь описал нам отрицательный образ женщины. У него вообще нет положительных женщин, они у него отрицательные все, все отрицательные. То есть Экклесиаст подчеркивает то, что соблазн для мужчины это женщина, это женщина. И умный спасется от соблазна. То есть умный выберет себе умную жену. То есть все зависит от мужа. Вот ум мужа зависит вот от этого, какую жену он себе выберет. Если он берет умную жену, вся его жизнь будет прекрасной, будет благом. А если он глупый, значит он выберет себе глупую жену. И жена принесет в дом разорение. Разорение дому своему, говорит Экклесиаст. То есть как важно мужчине быть мудрым. Быть мудрым. Глава восьмая. Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время, и свой устав. И человеку великое зло от того, что он не знает этого. Что он не знает, что будет, и как это будет, и кто ему скажет. Человек невластен над духом, чтобы удержать его. Нет власти у него и над днем смерти. И нет избавления в этой борьбе. И не спасет нечестие нечестивого. Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили, и отходили от святого места. И они забываемы были в городе, где они так поступали. И эта суета нескоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло, коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговел перед именем Божиим. А есть еще такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы грешники. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться, и это сопровождает его в трудах, в дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Опять повторение, да, ключевых слов. И тогда я увидел дела Божьи и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Итак, глава 8. Глава 8 говорит нам о том, что ход вещей предопределен Богом, и человек не может его изменить. То есть человеку, смысл жизни человека войти в ход вещей и пройти жизнь вместе со всеми, вместе с этим предлагаемым ходом вещей. Дело в том, что поток жизни, который движется в одном направлении, как мы понимаем, да, с вами, от рождения к смерти, мы все идем в одном потоке от рождения к смерти. Этот поток настолько силен, он настолько мощный, он многомиллиардный, что если кто-то один восстанет против этого потока, что с ним произойдет? Его просто снесет. Его просто снесет. Поэтому экклесиаста говорит, не меняй ход вещей. Вот как они идут, вступай в этот ход и двигайся за ними. Но вот сейчас это как никогда понятно. Те, кто не вступил в ход вещей, которые есть у нас, те оказались за пределами Родины, блудными сонами нашего Отечества. В ход вещей надо войти. В ход вещей надо войти. Впереди страшный суд. Экклесиаст не пишет слово страшный суд, он еще впереди, но он пишет о смерти. Помни, что в молодости ты провел в грехах. Ну, когда мы больше всего грехов совершаем? Конечно, в молодости, потому что мы не думаем об этом. Нам кажется, вся жизнь впереди, какие там грехи еще? Делай, что тебе нравится, живи в свое удовольствие. То есть самые грехи совершаются в молодости. А потом мы отвечаем во второй половине жизни мы начинаем отвечать за эти грехи. То есть расплачиваться болезнями, смертями, ближних, родственников, какими-то событиями трагическими. То есть Господь говорит, не быстро совершается суд над делами человеческими. Иные делают зло и коснеют в нем, говорит Экклесиаст. То есть все время делают зло. Все время зло, уже закоснели в этом зло. Они уже добра вообще не знают, что это такое. Но придет и их время. То есть никогда не осуждай и не изменяй. То есть ничего не делай. Пусть коснеет. Потому что над ним уже его судьба все. Господь уже его определил. Не вмешивайся в чужой ход жизни. Не печалься ни о своем горе. Свою жизнь организуй. То есть задумайся о своей жизни. Ну и еще одна мысль. Не стремить постичь то, что постичь невозможно. Мы же иногда пытаемся что-то познать, что недоступно. А мы все-таки пытаемся, как-то объясняем, ошибаемся. Экклесиас просто говорит, если непостижимо, не можешь понять, не постигай. То есть дождись. Придет время, и тебе все откроется. Все будет понятно. Глава 9. Иди, ешь с весельем хлеб твой, пей в радости сердца вино твое. Смотрите, хлеб и вино. Еще нет причастия, да? А уже Экклесиас пишет о хлебе и вине. Когда Бог благоволит к делам твоим, да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем во все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб и не уразумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех. Ибо человек не знает своего времени. Метафора какая. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так и сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важной. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, обложил его и произвел против него осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы, однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его никто не слушает. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. Итак, глава 9. Глава 9. Экклесиаст еще раз повторяет, что мудрость в труде, радости и добре. И посмотрите, он говорит о том, что чаще всего человек уловляется, а кем он уловляется? Весом, то есть грехами, злом он уловляется. Человек попадает в сети, зла, в бедственное время. не в радости, не в покое, не в удовольствии, а в бедственное время. Почему? Нам это понятно? Потому что в бедственное время человек начинает грустить, впадать в уныние, говорить, почему это мне, почему это вот именно я должен страдать, что это за напасти такие на меня. То есть он еще больше грехов собирает, почему не он, то есть он еще больше грехов собирает в это бедственное время. Поэтому Экклесиаст предлагает во дни благодати, то есть когда Бог дает благополучие, надо ими воспользоваться и радоваться, а в дни печали надо поразмыслить, за что эта печаль дана. Не осуждать, не возмущаться, не впадать в уныние, а размышлять. Раз мне это дано, именно мне, не кому-то другому. Значит, именно я должен это вынести. И надо об этом размышлять, задуматься надо об этом. Глава 10. Мы приближаемся с вами к концу, нашему в том числе. Посмотрим, как это произойдет. Очень любопытно. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мир ровейника. То же самое делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую сторону. Ну, помните, правое, правильное, левое от другого. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому-то он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, не оставляй своего места, потому что кротость покрывает большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях и князей, ходящих подобно рабам пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Ну, метафора. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. И если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы, и мудрость умеет это исправить. И если змею жалит, то не лучше ли его злоязычный? Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его глупость, а конец речи из уст его безумие. Итак, снова экклесиаст говорит о закваске, о том, как человек заквашен, на мудрость или на глупость, на мудрость или на глупость. И говорит опять о том, что слова мудрого это благодать. И лучше выслушивать укоры и, может быть, даже неприятности от мудрого, нежели песни глупых, которые тебя хвалят, льстят, но глупые. Даже в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое и крылатая пересказать речь твою. Значит, о чем это? Что это за метафора такая? Дело в том, что что такое спальня? Да, даже в спальне своей. Спальня – это место, где нас, нам кажется, никто не видит, не слышит. Мы вообще там закрыты, сейчас мы вот тут ляжем спать, и все, и никто вообще до нас, никто не достучится. Поэтому в своей спальне мы можем делать все, что и злословить богатого, и осуждать всех, и царя ругать, и все, что угодно делать. В спальне же никто нас, это нам кажется. Дело в том, что слова сказанные никуда не исчезают, они остаются. И вот птица небесная – это дух святой, то есть Божий дух эти слова перенесет и даст послушать тому, ну, кому бы мы не хотели, чтобы он услышал. То есть Богу все доступно, поэтому Экклесиас предупреждает, не осуждая и не злословь даже в спальной твоей, то есть когда ты уверен, что тебя никто не видит и не слышит. Глава 11. Тоже очень любопытная. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, запомните, семи или восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, они прольются на землю дождем. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облако, тому не жать. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха на руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее. То есть всегда трудись. То или другое будет хорошо. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет много лет, то пусть веселится в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много у него. Веселись, юноша, обращение к молодости, веселись, юноша, в юности твоей, и да не вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. То есть веселись в молодости, если хочешь веселиться, веселись, живи как хочешь, но помни, что во второй половине жизни тебе придется ответить за это. То есть вот принцип воспитания молодежи, да, заложенный экклесиастом, да, пусть делают, что хотят, но пусть помнят, что за это будет. Придется расплачиваться. За все придется, за все, все, так сказать, дела злые, придется расплачиваться. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй, вот, воспитание идет, да, уклоняй печаль от сердца, и уклоняй зло от тела твоего, потому что детство и юность суета. Итак, глава 11. Речь идет о каком-то хлебе, которую надо седьмую или восьмую часть отдать при жизни, отпустить по водам. Что значит отпустить по водам? То есть отдать. Экклесиаст призывает отдавать седьмую и восьмую. То есть фактически до нашей эры уже во времена Соломона был определен налог 7 или 8 процентов. мы сейчас какое платим? Вы чувствуете? В два, почти в два раза больше. То есть эти ребята, которые вот это все увеличивали, тоже ответят за это. Тоже ответят за это. 7 или 8? 7 или 8 частей отдавай при жизни. Зачем надо отдавать? Дело в том, что Господь устанавливает весы во Вселенной и в нашей жизни весы. Господь видит, когда мы отдаем. Это нам кажется, что вот мы отдали, а никто не видел. Надо обязательно сказать об этом. Пусть все знают, что я отдал, вот там пожертвовал, пусть все видят. У нас же так чаще всего, да? Дело в том, что Господь видит. Поэтому сколько мы отдадим, столько нам и вернется. А какое время будет? Спрашивает Эклесиаст. Может быть и бедственное время. И нам понадобится и вот этот хлеб, в котором мы будем нуждаться, нам вернется. То есть вот это отдавать здесь заложено. И отдавать молча, не оглашая, так сказать. Потому что видит Господь, что ты отдаешь и сколько ты отдаешь. Господь тоже видит. Поэтому он тебе столько и вернет потом, когда тебе нужно будет. Ну и, конечно, обращение к юношеству опять, да? Что можно веселиться, но помнить о делах трудных, о годах трудных, в смерти, и что смерть ждет всех. И, наконец, 12 глава. Это глава, которая описывает смерть человека. Как человек умирает? Она символическая. Здесь очень много символов, метафор. Она небольшая, я ее прочитаю, потом мы по ней пройдемся. То есть, что имеет в виду за каждой метафорой, что стоит? И помни создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжкие дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце, свет и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, в тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть смелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жирного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, это все трава, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклесиаст, все суета, круг завершен. Итак, что экклесиаст пишет о смерти? Он пишет о том, как человек будет отмирать. Отмирание будет постепенное. Посмотрите, уже безрадостные дни, вы поняли, наступит тьма, то есть радости не будет ни в чем. Поэтому он и говорит, живи в радости, пока она есть, эта радость, потом ее уже не будет. В тот день задрожат стерегущие дом. Что это? Стерегущие дом. Мы закрываем дом. Чем? Руками. Руки начнут дрожать. И согнутся мужи силы. Ноги будут сгибаться, не будут ходить уже, тяжело будет ходить. И перестанут молоть мелющие, потому что их мало осталось. Зубы. Зубы. И помрачатся, смотрящие в окно. Глаза не будут видеть. И запираться будут двери на улицу. Ничего не будет слышно, уши откажут. и высоты будут им страшны, на дороге ужасы, и зацветет миндаль. Белый цвет. Седина. Волосы покроются сединой. Миндаль. И отяжелеет кузнечик спина. Отяжелеет спина. Кузнечик что делает? Прыгает. Перестанет человек прыгать. Все. Путь ползать в основном видео. С палочкой ходить. И рассыплется каперс. То есть человек начнет разлагаться. И отходит человек в вечный дом. И готова окружить плакальщицу. То есть все готово уже. Все готово. Дальше Экклесиаст пишет, что нас каждого человека связывает с Богом серебряная цепочка и золотая повязка. Золото и серебро это признаки Бога. Поэтому есть связь с Богом. Вот пока она не порвалась мы не умрем. Но в конце концов она порвется эта цепочка она порвется наша связь с Богом прекратится. И дальше не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодезем. есть последнее что произойдет? Вы прыгали когда-нибудь с высоты? Ну в детстве прыгали с высоты? Какое ощущение? Замирает сердце. Вот особенно с большой высоты когда вы летите и прям все замирает. Вот это будет последнее что мы будем испытывать. Вот это замирание сердца. Обрушится. То есть как будто бы мы прыгнем с большой высоты. Будет ощущение что мы прыгнули с большой высоты. Я помню как у меня мама умерла брат рассказывал я не присутствовала. Он говорит она подняла руки и как будто за что-то хотела зацепиться. Понимаете? То есть вот это обрушивание видимо вот это ощущение она испытала. Это был последний вздох ее. Ну а дальше человек произошел из праха. Помните да? Адам был сотворен из праха из земли которая была конечно не сегодняшней землей та земля была плодородная из нее можно было человека сделать. Вдохнул жизнь да? Господь мы все из праха. Ну собственно сейчас Господь уже нас не создает каждый раз да? Нас создает отец да? Но что мы едим в утробе матери? То есть из чего мы состоим? То чем питается мать так или нет? А она чем питается? Прахом земным. Огурцы помидоры зерна каша капуста празу земной то есть все что мы срываем мы этим подпитаемся то есть человек по-прежнему состоит из праха земного он состоит из праха земного и душа человек душу дает человек бог человеку во время зачатия все знают это да? То есть некоторые дети иногда студенты ну когда рождается я говорю а что же он в утробе то как рост мертвый был или что когда рождается тогда он не должен был расти тогда в утробе дух дает человеку жизнь поэтому дух дается при зачатии и дальше человек растет он живой он возрастает рождет и через 9 месяцев появляется таким образом вот описана смерть человека 12 лет и заканчивает свою книгу экклесиаст так же как он ее начал суета суета все суета то есть он рисует круг человеческой жизни рождаются умирают рождаются умирают рождаются сколько до нас было и все померли сколько после нас будет и все помрут и мы такие же мы не избежим этой участи будем точно такими же если у вас есть вопросы то пожалуйста